Не наберется и 50 желающих. Ленчане не спешат подавать заявки на дальневосточный гектар. Низкую заинтересованность в администрации объясняют проблемами в инфраструктуре района. До местности, где можно взять землю, не всегда можно добраться. Что еще мешает получить бесплатную землю, расскажет Олеся Васева. Пенсионер Валерий Молодцов приходит в центр «Мои документы» не впервые. Некоторое время назад он уже был здесь и подал заявку на получение земельного участка по программе «Дальневосточный гектар». Обратившись в МХЦ, я решил с подсказки своих знакомых, друзей взять ручей в распадке для разведения особых сортов работы. Пока ждал решения, узнал о возможности получить еще один участок, уже побольше. Как дополнительная мера поддержки в республике работает программа, известная как «Якутский гектар». И снова Валерий обратился в офис «Мои документы». Специалисты учреждения владеют полной информацией и готовы предоставить ее всем желающим. Но обращений немного. Услугой оформления заявки на бесплатную землю воспользовалось всего два человека. Люди не знают о новой услуге центра. Только так можно объяснить отсутствие заявителей на «Дальневосточный гектар». По самой программе информации хватает, уверены специалисты районной администрации. Они приняли уже 45 заявлений. 20 схем расположения участков уже одобрены, а 13 заявителей даже успели поставить свой участок на кадастровый учет. Причина того, что люди не торопятся получить бесплатную землю, кроется в другом. Основная проблема в том, что все-таки стоит отметить, что на территории города и района в целом у нас с инфраструктурой проблемы. Поэтому предоставлением просто одного гектара, на мой взгляд, здесь не обойтись. То есть нужна какая-то более серьезная работа по отлаживанию именно инфраструктуры, именно самих поселений, которых предоставляется. Оттуда и низкая заинтересованность. Сегодня основная часть заявителей – люди, которые уже пользовались землей, но без документов. В рамках «Дальневосточного гектара» появилась возможность оформить ее по всем правилам. Возможно, когда в феврале 2017 года у всех граждан Российской Федерации появится возможность взять свой «Дальневосточный гектар» и к ленским землям возрастет интерес со стороны жителей других регионов, ленчане сами начнут разбирать участки, как горячие пирожки. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край». Руслан Кириллов. Руслан Кириллов. Кириллов. Продолжение следует...